Алена, приветствуем вас, пожалуйста. От вас последние новости, все, что известно. Пожалуйста. Лейла, Олег, добрый вечер. Мы сегодня побывали в Благодатном. Это Солидарская община, населенный пункт, через который десятки раз проезжали, доставляя гуманитарную помощь в город Солидар и вообще снимая материалы об обстановке в самом Солидаре. И более детально сейчас расскажу. Начну с оперативной ситуации по области в целом. Два десятка раз россияне за минувшие сутки атаковали Донецкую область, также под обстрелами у нас находятся такие города, которые расположены на линии фронта и город Бахмут, и город Авдеевка, и Маренко, и Курахово, которые уже каждый день подвергаются обстрелам российской армии. Такая оперативная ситуация нам известна. Коллеги, хочу не отметить следующее, что за минувшие сутки в Донецкой области погибло 7 мирных жителей, лишь 4 человека от российских атак. Так вчера нанесенных артиллерийских ударов из градов и другой артиллерии погибли 4 человека в городе Авдеевка. Хочу сказать, что в городе непростая ситуация, мы готовили оттуда репортаж, но такие цифры погибших среди мирного населения, где порядка 2,5 тысяч мирных жителей остается, вот уже давно такой цифры не было. Ну а теперь перейду непосредственно к солидарской общине. Сегодня рано утром мы заехали в село Благодатное, которое находится, как я уже ранее сказала, на въезде в город Солидар. Действительно, здесь достаточно громко коллеги. В тот момент, когда мы заехали, мы лишь слышали работы минометов и артиллерии. Ну а чуть позже, уже когда нам удалось все-таки увидеть каких-то мирных жителей, мы отчетливо слышали вот те самые городские бои, которые проходят. То есть и свольную артиллерию, и работу минометов, и гранатометов. То есть здесь ситуация достаточно тяжелая. В целом, хочу сказать, что мы следили за гуманитарной ситуацией, скажем так, в этом населенном пункте, потому что в последнее время появляется информация о том, что все эвакуационные рейсы закрыты, и вот уже эвакуационные группы туда не приезжают. Хочу напомнить, что совсем недавно глава области Павел Кириленко заверил в том, что на самом деле гуманитарная ситуация должна быть стабильной, потому что все эти месяцы туда доставлялась гуманитарная помощь. Это средства обогрева для людей, которые преимущественно там в тот момент проживали только в укрытиях, в подвалах многоэтажных домов и частных домов. Поэтому такие средства обогрева, как буржуйки, доставлялись достаточно стабильно. Знаем о том, что там работают пункты обогрева, но и надеемся, что в этот момент тоже, несмотря на эти постоянные обстрелы, у людей есть возможность все-таки приходить в пункты обогрева и получать всю самую необходимую помощь. В целом, в благодатном на сегодняшний день, в населенном пункте, который находится под постоянными обстрелами российской армии, как нам сказали местные жители, эти обстрелы усилились именно в начале этого года. Со второго числа начали настоящие бомбежки. Это я вот цитирую местных жителей. Проживало там три сотни человек. На сегодняшний день чуть менее 30 человек по-прежнему остаются. Но хочу сказать, что эвакуационные группы все-таки приезжают. Местные нас заверили, что буквально три дня назад была эвакуационная группа из США, которые уговаривали людей выехать. Однако, как сами местные и заверяют, тут уже действительно остались те люди, которые, несмотря ни на что, покидать свой родой дом не хотят. Возможно, поэтому и эвакуационных групп стало гораздо меньше, и ситуация сложная, и рискуя своей жизнью, возможно, теперь меньше тех самых волонтеров выезжают, скажем так, в такие населенные пункты. Ситуация, коллеги, сложная. Мы сегодня хотели проехать чуть дальше, посмотреть, ну, в целом, что происходит на въезде в Солидар. Однако, ну, сами стали свидетелями того, как российские войска обстреливают, скажем так, все мосты, вот все переправы, которые там находятся. Поэтому не рискнули и вернулись назад, ну, чтобы не попасть сегодня под обстрелы.